Здравствуйте, друзья! Хочу показать вам коротенький бой, интересный, против всех на карте Рим. Собственно, посвящен он именно инвайдерам в двух сборочках. Первый у нас выступает, это инвайдер на Шторме и на двух хала. И смысл этого боя заключается в том, что сейчас два инвайдера убьют всех на этой карте. Урон будет не таким большим, но почему я решил это видео показать, чтобы вы посмотрели, как они это сделают, как они спокойно, без шума, пыли и суеты, спокойно разберутся с 16 противниками подряд. Видим, что Меркурий прыгнул на инвайдера и особого успеха в этом не добился, несмотря на огнемет. Действуем дальше. Самое главное, рассчитывать всегда точно траекторию прыжка, друзья, у инвайдера. Второй инвайдер тоже в крайне интересной сборочке будет. Это два ультра-современных огнемета на малый слот, два Блейза. Будет и Корона. Обязательно какая-то одна становая пушка нужна, потому что инвайдер это крайне медлительная, паукообразная наша Рахнит. И, соответственно, нужно обязательно цель встанить, чтобы добить. Против меня тоже серьезные противники, насколько мы видим, новенькие, свеженькие белые драконы. Но Шторм достаточно имеет высокую скорострельность и большой урон. Превышает урон от Короны. Сейчас по расстоянию было видно, что паук может прыгать на 250-260 метров. То есть он очень далеко и высоко прыгает. Но ниже прыгает, чем Меркури или Спектр. Это нужно учитывать. Поэтому у многих могут возникнуть сложности с траекторией прыжка. Но ничего, немножко тренировки и будет все получаться. Уже достаточно серьезно поврежден у меня этот инвайдер. На этом инвайдере установлен один модуль термонуклеареактор шестого уровня. Один армор кит у него шестого уровня на броню, на ХП. И один ластент. Восемь мехов убил у меня этот один инвайдер, друзья. А вот у этого инвайдера установлено два модуля термонуклеареактор. И, соответственно, ластент, модуль бессмертия. Очень серьезная сборка. Великолепно разбирает фальконов, других инвайдеров и всех роботов, имеющих достаточно большой широкий корпус. Это очень важно. Потому что с блейзов на дистанции выше 200 метров в маленькие цели стрелять достаточно проблематично, друзья мои. Поэтому надо быть внимательным. Кому какая сборка больше зайдет. Если воевать в составе взвода и начинать гонки за маяками со штурма первого маяка, то лучше, конечно, это два хала, выбирая траекторию для прыжка. Посмотрите, как прыгает, если грамотно рассчитать всю траекторию. Это просто смертельное, просто стальное создание, которое убьет всех. Так вот, я не договорил. На гоночке за маяками в составе взвода лучше всего это будет два хала и шторм. Так как очень уроновая сборка ближнего боя. И очень хорошо стреляет по низким целям. Достаточно метко. И в стелсе можно пульсов сжигать. И спектров сжигать в стелсе, которые приземлились. И по всем остальным. А если играть вот соло, играть впротив всех, то идеально, конечно, просто зайдет сборочка на двух блейзах и на короне. Вот сейчас посмотрим, у нас прыжочек будет до лео. Сейчас точную дистанцию замерим. 280 метров, 270. Прыгнули с 270. И прилетели... Нет, я, значит, ошибся. 200-210 метров прыжок у него составляет, друзья. Но еще смотря с какой... Если с возвышенности прыгнуть, будет подальше. Вот, 200 метров, запоминайте. Прыжочек составляет у инвайда. Плюс радиус его спецспособности. Так скажем, проклятие, да, оружие противника. Снижается, сильно очень снижается урон вам наносимый. Плюс пока летит инвайдер, у него сопротивление урона еще работает. 30%. То есть страшнейшая машина, остается еще один мех на карте. И он последний. То есть два инвайдера спокойно, без шума и пыли разбирают 16 мехов. Это уже точно удалось выявить. В среднем у меня, впротив всех, один инвайдер убивает 8 мехов. Но будет видео скоро на канале. Не пропускайте сюжеты, друзья. Один инвайдер убьет 12 мехов. Это пока максимальное количество, чего удалось достичь. В убийствах мехов, впротив всех. До этого у меня был видос, где Меркури убивает 9 роботов подряд. Ну или, например, Лео убивает, казалось бы, да, Лео убивает 7 роботов подряд. Увидимся в следующем видео, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok